Баланс Баланс С одной стороны Знание сексуальности друг друга Знание того что Если мы захотим Мы сможем А в тех случаях когда мы не сможем Мы даже начинать не будем Вот это база С которой потом Можно начинать Экспериментировать Отвлекаться И это дает И стабильность И новизм Потому что Есть в эксперименты Если нету Изначально сексуального Балансирования Идей не очень хорошо Потому что Тогда эксперименты будут восприниматься Не как Приключения Гарантированное Хорошим итогом А настоящий риск Причем риск Не только Тем что Осталось неразряженное Возбуждение А риск Заехать в стыд Риск заехать в разочарованию Риск отдалиться еще больше Итак Первое условие Надежного пути Искра должна быть Какое-то возбуждение Какой-то интерес Какая-то замануха Без этого никак Это та самая У любви Так Крылья Которая Если регулярно Нету возбуждения Если Женщина Молодая Мать Выспалась Отдохнула Какое-то время Не было секса И все равно Не хочется Это возможно Уже не психология Не психотерапия Это возможно Физиология Тут бы Сексолога А вот если Возбуждение То есть То отступает То Фантазия Понеслась 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 Но прикосновение Разрушает Вот Тогда это другое Тогда это наше Тогда это больше Между двумя Тут может помочь Сексотерапевт Сексолог Но Самое главное Научиться Дребить Искру В глазах Партнера А также Говорят Что Женщины Особенно Чем она Старше Возбуждают Именно Так Самое Те самые Черти в глазах Ничто любое Иное Вот Здесь Что женщины Что мужчины В середине Этого Цикла Проножницы Ну Они примерно Стоят друг друга В молодости Мужчина Заботится О том Чтобы Сексуально Развить свою женщину А Чем дальше Тем Больше Уже Сексуально Развитая Любящая И ценящая Женщина Начинает Возбуждать Избирать Ободрять Своего Мужчину Здесь Что Женская Искра В глазах Что Мужская А не Искра Примерно Поход Дальше Вторая Вещь Чувствовать Иметь Словить Слабые Потоки Уметь Потихонечку Потихонечку Поднимать Степень Возбуждения Самое Главное Тайна Прикосновения И Тайна Намерка Сначала Тайна Прикосновения Очень Трудно Вербализуемая Вещь Об этом Трудно Говорить Прикосновения Которые Очень Тонко Чувствуют Партнера Чувствуют Как Отзываются Его Ировенные Зоны Оно Должно Быть Достаточно Плотным И Достаточно Нежным Одновременно И Только По Длительной Дистанции Начинаем Друг друга Я Буду Концентрировать Соседи Именно На том Как Откликаться На Партнера И Когда Слабые Потоки Когда Партнеры Уже Возбуждены Дальше Идет задача Нарастить Возбуждение Все Таки Женщина Более Чувствительна И Мужчина Все Таки Физиологически Настроен На то Чтобы Ити вперед До конца А женщина Может И отойти Назад Большое искусство Поддерживать На Второй стадии Втомление С тем Чтобы Возбуждение Не упало Обычно Партнеры Которые Знают Друг друга Мало Здесь могут ошибиться Легко Более Важная Задача Создать Такую Атмосферу В паре Чтобы Экспериментирование Пробование Было бы Нормой Мы тренируемся А не сделаем Экзамен Одна из вещей Которая Мешает Мужчинам Иметь Стабильный Результат Именно Отношение К сексу Как К экзамену К каждому Как Получилось Не получилось Смог Или не смог Встала Или не встала Продержался Или нет Она Получила Удовольствие Или нет Если Секс превращается В экзамен Тут будет Да В большой степени Невероятности Потому что Ну Железно И Сексуальная Жизнь Это Не Специально Это Совместный Поиск То Насколько Ара Может Ленинно Удержать Зону Утомления В большой степени Невероятности Говорит О том Насколько Они Вообще Вместе Смогут Продержаться Сексуальным Интересом К друг другу Долго В молодости Очень Велика Сила Воспустения Скорей 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 Вперед Вперед Это Задержка Втомления И Готовность Возможна Для Женщины В том Случае Если Она знает что потом будет финишный рывок, и все будет хорошо. Одна из самых тяжелых ситуаций, когда женщина не уверена в партнере, и она хочет скорее-скорее-скорее достигнуть оргазма, а вдруг вдруг все может кончиться. И здесь получается замкнутый круг. И если втомление недостаточно долгое, недостаточно сильное, оргазм не случится, а если оно перетянуто, то тоже не случится. Но вместе с тем оно может все-таки пройтись с разрядкой. То есть иногда бывает отказ и разочарование, иногда бывает удовлетворение, успокоение без яркого оргазма, но с сильными приятными ощущениями. И вот конкретные практики здесь, как бы сказать, бывают настолько разные, что про это, наверное, надо было бы целый час рассказывать совершенно отдельно. Тонкость в том, чтобы почувствовать, экспериментируя в том числе, что происходит с партнером. Иногда втомление происходит еще до начала койтуса, до того, как член введен и поведен. Женщина может томиться без этого, поднимая возбуждение. Иногда уже надо начать, а томление идет за счет медленного и плавного темпа. Иногда за счет смены темпов, иногда за счет смены постов. Здесь в том, где дает счастье одновременно, что не поменять вам точного, конкретного ответа именно про вашу партнерсию. И ценность супруговского брака, она именно в том, что партнера успевают исследовать. Реакции партнера можно очень-очень подробно и очень хорошо позаботиться и о себе, и о нем. И личный рывок. Немножечко в сторону. Вот иногда говорят, что психопаты – лучшие любовники. Они очень бурно финишируют. Это видно. Ну, у этого темперамента есть другие побочные последствия. Но финишный рывок замечательный. Но дело в том, что если мужчина заинтересован в женщине или в ее сексуальном развитии, в ее счастливом сексе, то, в общем, для того, чтобы делать финишный рывок, кроме основного инструмента, еще есть руки, язык и куча всего остального. Здесь один из главных вопросов отношений. О чем заботится мужчина? О своем удовольствии, об удовольствии женщины, о них обоих. Еще раз скажу, что стадия томления и стадия финишного рывка связаны. Для того, чтобы томлением наслаждаться, надо быть, скажем так, в безопасности. А безопасность гарантируется только тем, что партнер не будет брошен. И мужчина не будет брошен перед эрегуляцией, и женщина не будет брошена перед эрегуляцией, перед оргазмом, без оргазма. Вот тогда стадия томления, она становится ценно сама по себе. Кто-то, повторюсь, может выйти в стадию томления еще при людях. И тогда счастливы те мужчины, которые могут это обеспечить женщине. Потому что в стадии томления уже все вкусно и все хорошо. В стадии томления, в стадии горячего томления, женщина уже способна с удовольствием воспринимать глазки и сама ласка так, как она видит, что не захочет и не подумает в остывшем холодном состоянии на трезвую голову. И после того, как раз за разом, ночь за ночью, ну, утром за утром, естественно, клуб любителей утренней эрегуляции всегда с нами, если это происходит, то дальше можно отрываться. Дальше много. Спасибо. 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 Спасибо.